здравствуйте друзья еще один фильм еще немного и будет 3000 моих фильмов остановиться не могу почему я стал архивариусом в своем роде сейчас я это докажу итак рекордные плоды нет это в другой раз расскажу а вот итак у меня гостил сам Николай Иванович Курдюмов вот его лицо в одном случае вот его лицо в другом случае поняли да посмотрите на его внимательный взгляд да кстати мне надо проверить идет трансляция запись идет возвращаемся обратно приехал то он конечно целью было приехать ко мне потому что мы 7 дней бились над общей книгой мы сделали не только 7 дней но 7 дней очных но он ехал знаете как это путешествие было через всю страну вот я сейчас покажу вам это путешествие потому что он оставил мне бесценный архив вот часть его часть его нас очень мало уделяет внимание садоводству и выдающимся людям людям вот когда-то обессмертили себя обессмертили себя Критлих Нансен чем делал он очень комфортно проехал на поезде до Красноярска далее речным путем до Нориска до Догинки тогда морщины не было Нориска но уже что-то было на этом месте очень даже был на озере Лама очень интересное я прочитал книгу не отрываясь не отрываясь потому что я наречанин я посмотрел глазами человека который на целый век раньше меня это все знал узнал это первый случай такой Бедович не поверите привыкли задолбили школьников Чехова вот они его теперь не любят а Чехова есть замечательная книга как называется я забыл но это было путешествие до Сахалина и опять ничего страшного комфорт вот этот путь сейчас никто не преодолевает из ученых у нас есть уникальные садоводы есть уникальная сорта вот невиданная ну например пусть это случайно вот видите рекордные плоды которые науке даром не нужны смотрите это я начал собирать только это мои ученики вот это вот это это мои ученики вот это вот это видите это даже севернее меня на 500 километров вот Макаров тоже говорит что я учитель он не благодарен только что виноград не его и вот я начал собирать такую колюцию а это только один из примеров вот чтобы вам было понятнее я еще тогда вот так сделаю ладно покажу вам еще одну небольшую так одну небольшую вот это вот не то архив сейчас я наберу вот так вот и вы поймете что дальше меня надо будет слушать вот вот это вот крупные абрикосы это те которые мы культивируем вместе с Савинич вот то есть она моя ученица и я все это пытаюсь с ее помощью передать науке наука пока делает вид что я не существую а Савинич это просто исключение из правил вот такое знаете приятное исключение потому что она не стала говорить что этого не может быть никогда когда то вверху прошла мне произвольший праг и мы сейчас вот этими сортами занимаемся вместе и так быстренько 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 это все таки Сибирь еще на садах ничего этого нет самое главное что они не хотят это иметь Ладно, посмотрели, для чего все это я сказал Вот где-то и обида бывает А в какой-то степени Так И вот теперь получается Возвращаюсь к Ольдюмову Значит Я не могу не оставить без внимания Потому что я единственный из Садоводов-любителей Но где-то с сотнями, с сотнями Бесконечными статей, с тысячами Фильмов я давно стал Журналистом, пропагандистом Вот И очередной кусочек я вам сейчас покажу Итак, Ольдюмов едет в Железу Но едет не просто Вот спотыкается об Уральские горы И застревает там Вот Это НПО Сады России Это их питомник Знаете Ныне покойный Ныне покойный генеральный директор Владимир Васильевич Он Не так говорил С обедой Говорят, что Мы перекупщики Сейчас прошу прощения Я никогда не отключаю телефон Я тяну снимаю полчаса или срочно Но Если не забыл, то есть еще сама Звонила невестка Эта невестка Занимается приемом Заказывал на саженцы 8-913-444-31-78 А почему я невольно рекламирую Таню Железу Потому что По привычке все долбят меня Продайте саженцы А так сказал вам Уже глядишь Напрямую к ней обратитесь Продолжаем Итак, это Вот Владимир Васильевич сказал так А, фамилия Степан Степан Владимир Васильевич сказал так Значит Прикарю в том, что мы Перекупщики стали Как многие другие И пока А это уже Курдюм Он уже Внимательно изучал И вот он Одна фотография Сделанная в НПО Челебис Вторая фотография Делана ничего хорошего масштаба Третья И вот на это я споткнулся Дело в том, что это Бесея Бесея По-просту говоря Песчаная вишня Кустарник Но Я Не имею права Не говорить Было дело так Я все время Из уважения К уже покойному Старшему Небесному Владимир Васильевичу Я Вынужден был Молчать, молчать, молчать Меня допекали Почему вы Не отзываетесь Никак Ни хорошо Ни плохо Очень много критики В адрес НПО Особенно после того Когда он Престал перед Богом Вот Я все равно молчу Заметили Никогда не критиковал Вот А потом Однажды Мне это пекли А Вы говорите Что Это самое Что Абрикосы Растают Обязательно Очень крупными А вот Я видел В этом Как он называется В каталоге Что Прививка Абрикоса Именно в НПО На полукарликовый подвой Я заинтересовал Что такое Полукарликовый подвой Я немножко дружил С Кухтарским Я ему помог Сделать карьеру Я же был Почетным гостем У Степанова Генерального директора Однажды Вот И надеялся Что он раскронит Эту тайну Люди спрашивают У меня Что такое Полукарликовый подвой Но я-то знал Что такое Полукарликовый подвой Вот Оставалось Дождаться Подтверждения Вот А вот это Подтверждение Уже Для чего его расчет Прививать абрикосы Прекратили они Это делать Или нет Не знаю Но это Есть Прививка абрикосов На На эту Песчанную вишню Это Массовая гибель Я всегда И до сих пор Обращаюсь Ко всем Кто меня видит Кто меня слышит Найдите Взрослое дерево Прививка Абрикоса И на этот Кустарник Почерпи На кустарник Якобы Должны получаться Компактные Кроны Поднял Стану сыпочки Снял абрикосы Он не упал Не разбился Не испортился Вот Но Кустарскому Или сам догадался Или прекратил Со мной общение Вдруг резко То есть Я этого не знаю Ничего не утверждаю Прошли годы Что было Это было Вот А сейчас Подкупил одно Однажды Я увидел фотографию На ней было изображено Абрикосы Плоды И там было написано В скобках Королевские Железова Это единственный Случай Из этих Больших Массовых Продаж Больших Массовых Этих самых Каталогов Где упоминалось Моя фамилия Все по-честному Смотрим дальше Это он все Фотографировал Производство Груш Вот они Видите Критиковать Критиковать не буду Ну как не буду Они вот так Выравнивают С помощью Делают косой срез И выравнивают Диаметры Подвое И прямое Это Очень плохо Я профессионалу Не могу не сказать Здесь Такой же Лусажный Самый правый Он тоже Это уже Не должно быть Такого Видите Как хитро Сделано Как бы Диаметры Соединили Но Обязательно Это не обходится Вот Все это делается Под корышей Сами видите Еще Это я ни при чем Это все Курдема снимал Все вопросы К нему Вот они Вот они Вот они Вот они Это Называется Меня Водили Там Показывали Вот Вот это хранилище Подробно Показывали Сейчас Зимние Прививки Вот У меня есть Свои фотографии Но В данном случае Я не Могу Показать Все И так Путешествие Курдема Продолжается Тоже Челябинск Петелин Владимир Это Один из Выдающихся Садоводов Урала Вот Надеюсь Жив здоров Прошли годы Да Не меньше Десяти лет Прошло Надеюсь Жив здоров Он на тот Помет являлся Председателем Испытательного Как там ВАИБ Как называется ООО Общество Испытателя Привода ООО Председателем Очень Авторитетный Человек В масштабах Всего Урала Вот И я Гордился тем Что он Однажды Собрал Большую Команду Таких же отчаянных садоводов Таких же грамотных Ой, какой он грамотный Если бы вы знали Он пришел ко мне Приехали они ко мне в гостиницу вечером И мы долго-долго разговаривали В основном Это был диалог между мной и им Каждый старался выглядеть Естественно, потому что я для них был Апторитетом Каким я для них был авторитетом Что они все собрались ко мне в гостиницу Я принял несколько делегаций Но запомнил именно Владимира Почему? Где-то целый час Ну не только мне, там сидели Авторитетнейшие люди Он свое видение садоводства рассказывал Если бы был бы тогда у меня чем это снять Бесценный фильм бы получился Бесценный фильм Как обидно Я то, что говорю Это как бы по верхушкам Все гораздо сложнее Никто не раскручивал Вот таких вот уникумов Вот Ну смотрим дальше Ну как реагировать Не знаю Просто фотографию Сделанную Курдюмом Вот он еще раз Владимир А теперь Поездка перешла В плавном Плавном Хакасе Перед вами Бельтяевский Александр Ой, скорой памяти Еще подводить Александр Адольфович Нет Адольф Адольфович Умнейший Грамотнейший Из нас Мужик Вот Если бы вы знали Какую пользу Он мог принести России На тот момент Друг Митюринском Это Как его назвать Университет Академия Что там На самом деле Я и сам не знаю И вдруг К нему приезжают Два Двое ученых Вот И предлагают А давайте Пармологический сад Дадим А вы будете там Директором А он тут же Подобрал Компанию Еще из трех Человек Таких же Увлеченных Адольф Подобрал Вот И пошли Они просить Землю А Землю У нас Море Бесконечно Тысячи гектар Зарастают Соснами Называется Земля Сельхозназначения Это Земля Сельхозназначения Это Священная Корова Эта корова Давно Сдохла Вот Уже Это И вот Сосны Уже Подпять Посех Сплошь Уже Там Грибы Собирают На Земле Нельзя Не положено Представляете Несколько гектар Пожалели Для будущего сада Вот этому Уникуму Я до сих пор Прошли годы Я до сих пор В шоке Что вам жалко Ведь вы что Жалеете Людям А Вот Я с тех пор До сих пор Считаю Сибирь оккупирована Нет Американцы Себе нет Своей Своей Сволочи Хватает Вот Не выдержал Вот Высказался Это Это его Или следующего Хозяина Нет Наверное Это уже Барватич Ну-ка Нет Ой Вы знаете Это Один из Самородков Татьяна Николаевна Жестовская Супер Судовод Супер Специалист Знаете Вот хорошо Что я уже В данном случае Знаю О ком идет Речь Однажды Я взял Горшучки Вырастил Там На продажу В Ленинград Отправлял По просьбе Одного олигарха Отправлял Ленинград В горшочках Выращенные Колновидные Яблони Вот И Все-таки Я взял Оттуда Одну Думаю Надо ехать Знакомиться С это С уникальными людьми Я взял Как сейчас Помню Горшочек У него Вот такой Вот Колновид Причем Самый лучший Вывод Вот Поехал В Майну Вот Промышлен 21 Видите Ничего не скрываю Почему Потому что Они профи Они Сарцами торгуют А я Никогда не жался Я всегда Раскручиваю Наших 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 Это вам не рынок С этим Это самое С такой Дрянью Что летит А все время Отвлекаюсь Тотаров Торгует Стоит Ну два Саренца За полдня Продал Я говорю А что так А у него С одной стороны Узбекскими Торгуют А с другой стороны Этими самыми Саренцы Из Крыма Я подскажу Там где Саренцы Где Узбекские Там меня Обругали Сказали Спрятать Под аппарат Крик стоял Дикий А Стоит Почему-то Не кричал Когда фотографировал Его и его Саренцы Но он стоял Посередине С другого края Ночится Это Я подскажу Откуда Саренцы А мне говорят Искал Аккурат За несколько километров От ценной грузки Я говорю Там 40 градусов Каждый год Там не могут Они расти Представляете Черешни торгуют Абрикосами Торгуют Глупо Вранье А мы там доращиваем Вот так Но так и не сказали Что крымские И вот это Есть наша Действительность А вот наши Те, которых Надо поддерживать Сколько их Я рассказал Сколько их Ещё Расскажу Обоникали С любовью С невидимой А как я зашёл туда Боженьки мои Вот поверьте Эмоции Из меня хлещат Сейчас Прямо сейчас Я с этим горшком Нет Это качество Это колонна Это Я потом им ещё Хасанский персик подарил Но когда я зашёл И сразу Такая Как Видят Искусственная арка С одной стороны Абрикос С крупнейшими плодами И с другой С крупнейшими Я только запомнил Что это Шалах А я сам-то Вот Средняя Украина Шалах Это же ведущий сорт На Украине И вот они Красавцы Грамм по 50 По 80 Сейчас вот Начал забывать Сейчас-то я Научился На глаз Определять Вот Вот такие плоды 50, 50, 80 грамм И всё это И как Зашёл в рай Потому что я зашёл туда В густоту Вот сюда Вот Я потом До сих пор не догадываю Думаю Надо себе посадить Такой вход Сделать Такой Да всё как-то Это Посадил Правда в этом году Ну Чуть до 38 Году Посадил А она умница Она молодец Вот Смотрим дальше Наверное Это В их саду Сделано Наверное Это В их саду Сделано А нет Абрикосы 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 Наверное Это Груш Абрикосы Хуже Понимаете Рассказы В виде статей Абрикосы Абрикосы Знаете Что это Это горы Вот Это поселок Черемушки В саду У всех Как единственного Кроме Латинкова Которого я ставлю Наравне с Мичурием Уникальный Человек По Камиле Бодлер Борис Илосифович Вот Ему Черешня Черешня Ну Надо Ещё Волево Приехать Это Было Опознавато Это Черешня Вот И Десять Лет Назад Это Было Огромное Вот Наш Гений Не Скрываю Да Скромно Называю Гений Гений Вот Вот Получается Что Одесс Однажды Он был Сфотографирован Возьмите Черешни Сейчас От неё Я когда Приехал К нему Дескали Спустя Она Достигла Восстание 15 метров Съё Наверное Сотни Килограмм Черешни Съели Птицы Он их отпугивал Даже Выставил Охотник Он не Стрелял Птиц Он Опугал Бесполезно А достать Невозможно Это Надо Специально А там Другой Подогнать Сюда Специальную Технику Лестнице Которая Пожар Тушит У нас Соград 15 метров Высоты Ко основания Когда он Спилил Вот такая Вот Практически Метр на метр Круглая Круглая Пень Вот это И есть А потом Он Угас А перед Смертью Борисович Совсем Незадолго До смерти Когда Приехал К нему Я ездил У меня Есть Другие Я показывал Его Фотографии Я показывал Его Когда Он Мне Вручал 75 Бесценных Черенков Вот Косточки Бесценные Причем Так Отказывался От денег А я Говорю Я Перепродам Значит Все Будет Честно Вот Ваши Деньги И Вот Получилось Так Что Его Слова Были Горькие Что Я Последнее Помню Константинович Россия Меня Не Знает Я Перешарил Интернет Я Растерялся Ну Я Права Снял Фильм Под Названием Рядом С Великим Статью Под Названием Рядом С Великим Еще Фильм Снимал За Завод По Фотографии Из Названием Названием Много Много Лет Назад Он Мне Показывал Гварда Еще Когда Пленка Была Помните Крутилась Запись Пережала К нему Носков РТР Сняли Прекрасный Фильм Это Был Рабочий Материал Ему Вручили Рабочий Материал Долго Долго Красоты Необыкновенные Плоды Какие Рассказы Умешивая А что На РТР Все Посрезали Все Сейчас Может быть У Алексея Это его сын Может быть Это Пленка Где-то Освежить Был Память Показать По Центральному Телевизору Поклониться Бо Гения Понимаете Книги Издавали 100 200 И то Так Спонсорская Поблач Это Несерьезно Так Хочется Материться Честное Слово Болос Прорвался Унимат Говорили Концентральному Культурному Человек А если Не скажешь Это Матерное Слово Хватит Такие Мы Русские Вот Он Этот Самый Как Назвать Вот Он Чернушки Бит Сверху Здесь ГЭС И Вот Это Незавязающее Ни Сердце Дает Микроклимат Здесь Не бывает Ни Коносора Гранца Если Было 35 То Крайне Крайне Редко Поэтому Поэтому Здесь Настоящая Дорады Здесь Можно Вращивать Не только Черешные Персики Можно Вращивать Вот Ну Так Получилось Ну Это Все Еще Его Сад Дело В том Что Валер Жестовский Помните Я Показал Жестовскую Таню У Который Вот Этот Шалах И Просе А Это Ее Супруг И Они Привезли Курдюмова Вот Вы Видите Фотографию У Годнера Вот Так Вот Здесь В данном Случае Наверное Мы Уже Плавно Перебрались В Абакан Плавно Потому Что Жестовские Курдюмова Привозили К Нашему Великому Садоводу Майкалову Леонтьичу И Это Уже Его Сад Вот Это Его Абрикос Видите Он Подрабатывал Мне Будем Удеваться До самой Смерти Торговал Санцами Вот Такая Горькая Была Участь Хотя Он Должен Сидеть По Президиуму И Вылезать Из Москвы Вместе С Майкаловым Нас Двоих Прекрасили В Хакасии Только Двоих Мы Присутствовали На Международной Московской Конференции Это Самая Конференция Которая Сделала Меня Из Хихиков Железа Отключили Микрофон Видимо Ересь Говорил А Это Был мой Гражданский Подвиг Сказать Пусть Заткнули Даже Не Сказать Даже 5% Заткнули Но Но Я Запомнил Что Вдруг Пае Смотрю Размещает Абрикосы Базу С моими Абрикосами Железа И Так как Я Вырастил На территории Конференского Края Тут Шушенский Район Там Было Написано Шушенский Район Конференский Край И Рядом Стоит Вторая И последняя Ваза С Абрикосами Иван Южный Вододич Сами Не Прилетели Абрикосы Беру И Оглядывай В Того И Вы Знаете На Что Была Между Нами Какая-то Невидимая Граница Отчуждения Вот У него Длинный Путь Успеху Огромному Успеху Сейчас Покажу Мой Путь Был Намного Короче Вот Как бы Сказать Ну Склянусь Богом Сколько Не Было Непре Который Выплескивался Даже С его Стороны На Страницы Газет Вот Но Там Мы Обнялись Почему Чужбина Настолько Двое Если Мне Заткнули Рот Потому Что Я Начал С Критики Сказались Показать Те фотографии Что Вы Видели Вот Ушел В Тишине Зала Гробовая Тишина Никто Не Крик Давайте Посмотрим А вдруг Там Было Послушно И все А после Меня Выступил Иван Леонтьевич И Ему Аплодировали Чуть ли не Стоя Это Был Его Успех Но За ним Опять Ничего Уже После Этого Он Просил Землю Под Синим Уникальное Место Где Можно Абрикосы И Всякой Хитрости Вырастить Надо Бы Дать Старику Заслуженному Невероятно Такому Орденоносцу Невероятно Талантливому Человеку Которого Только Свой Как бы Дачный Сад Это Все Он Бывший Директор Минусинской Опытной Станции Бывший Вот И еще Надеялся Что-то Обрастить Ответ Он Получил Такой Видишь Я Разговорился Что Вы Деревня Подсиние Для Абакана То же Сабро Что Рублевка Для Москвы Переводить И Надо Когда Он Попросил Помощи У всех Караул Мне Не Дают Землю У У Меня Погибают Уникальные Сорты Образцы Надо Продолжать Я Взял И Позвонил Несколько Раз Звонил Госдуму Госдуми Заинтересовались Сказали Все Мы Сейчас Поднимем На уши Поднимем На уши Сейчас Я Объяснял Прямо Евгению Что Это Особый Случай Помогите И Когда Значит Сказали Поможем Сейчас На уши Поставим Абаканскую Как Администрацию Вот А и После Этого Они Мне Ответили Нам Ответили Сабакану Что Что Земля Под Под Синим Равна Земле Москве Поселка Рублевка Горько А потом Успели Я пригласил Телевидение Из Красноярска И было сделано Дома Уникальных Фильмов Жизнь Окнами В сад И приехали Ко мне Вот Заодно Уже от меня Зная Хостовских От меня Зная Чернобаева Леонида Я же говорю Еще раз Я стал Архивариусом И Четвертым Они поехали К Байкалову И был Синопразительный Фильм Когда Он Умирающий Человек В умирающем Саду И Ничего Я думал Этот фильм Покажут Где-то На каких-то Фестивалях Что Вся Страна Узнает Что У нас Сибири Такое Творится Нет Никому Ничего Не надо Вот Хотя Мы Все Четырех Кому я назвал Превзошли Науку Лет На сто Тогда Это можно Быстро Это Если Использовать Наш Эти Методы А так Получается Что Еще Одна Их Фамилия Уходит Забвение Вы теперь Поняли Зачем Я снимаю Пильм Используя Материалы Курдюбова Осталось Показать Немножко Вот Он Великий Садовод Вот Курдюбов Курдюбов Показал Велик 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 Никак Не Заткнул На Подвой Привод Здрасте Через Два Года Вот Так И У Каждого Свой Путь Его Путь Долг Но Это Настоящая Сорта Вот Ну И Наконец Перед Вами Тускобилов Туршун Плот Он Мой Друг Он 25 лет Курировал Мой Сад Но Брал У меня Черенки Косточки Я Седро Делился Но Сказать Что Науке Это Все Пригодилось Я Не Могу Был Мостиком Почему Был Он Уже Лет Десять Как На Пенсии Где-то Под 80 Он Все Еще Ездит Все Еще Интересуется Привозил Ко Мне Молодежь Молодежь Смотрела Совершенно Пустыми Глазами Уговаривал Привозил Один Раз Сказал Ну Не Привез Я Он Сказал Дождь Не Поедет Как Кого-то Из Аспиратор Вот Это Было Вот Однем Могла Быть Такая Отдача Если Бы Это Было Кому-то Нужно Кроме Меня Его Это Фотография Тут Это Черемушки С высоты Кичевого Полета Уникальное Место Для Садоводства Здесь Можно Вырасить Все Что Угодно Вот И Наконец Вы В саду Владимира Степановича Бородича Мой Друг Чем Я Горжусь Вот Уникальный Человек Вот Этими Протезами У него Рук По Прес Нет Бывший Электрик Сожжен Руками Полностью Сожжен Соток Двадцать Обрабатывал И овощи Не только Уникальный Человек Уникальнейший Вот Родина Наградила Это Последний Случай Когда Простого Человека Награждает Кажется Один Знак Почета У меня есть фотография Он попросил Мы сходили В Подогреве Сфотографировались Я Почистился Свой Орден Нацепить На грудь Вроде Повода Нет Свой Орден Славы А он С орденом Сфотографирован И я подчеркиваю Мой то за Металлургию А его Орден то за Это За Содоводство Это невероятно Он был Последний Когда-то Друзья Это Есть в фильме Насколько Это правда Но в сценарии Это есть Потому что В фильме Было так Это Когда чиновники Возмущались Надо же Какого-то Этого Часов Где у мастера Царь Наградил Орденом Но эти Ордена Были такие Как бы Почетные Что человек Очень трудился Сейчас Выброси Какого-то Токаря Могут Оградить На одного Из миллиона А тогда Это было так Если ты Уважаемый Почетный Если тебе Доброе Слава Ты Протрудился 20-30-40 лет Вот тебе Орден Вот И он Этот Орден Мечерин Получил Еще При Царе Чем Вызвал Ненависть Чиновника Которым Одина Не перепали Хотя Их должность Была Далеко Часовой Дел Мастер Вот В чем Дело И вот Последний Это было Бородичство Это было При советской Власти Слава Не ушла От Гремела Я его Называю Основатель Сеоножорского Садоводства Вот Ему нет Живых Но Ему Почел Памятик Один Памятик Поставили Но Не с него Вот Я показывал Там Фотографировал Свою Тимошку Рядом С памятником Такой Бородатый Мужик Как бы Усредненный Но Почему Не с него Не слепили Эту память Он Это Заслужил Вот Он Заслужил Посмертную Славу Какой-то Пантеон Уже Создали Красную Книгу Упал Потерял Сознание Очнулся В реанимации И снова И умер А как Не упасть В возрасте Восемьдесят Семь Вот Вот Это Есть Наши Герои А я Единственное Кому Это Надо Ну И тем Кто Досмотрел До Этого Я Расблагодарю За то Что Вы Теперь Знаете Что Такое Садоводство Хакасии И Юге Хасанский А Ой Кстати Как Я Не Это Я Не Долистал До Сюда Это Мой Персик Персик Хасанский Вот И Как Он Мне Позвонил Константин Первые Четыре Плода Это Для Него Была Мечта Мы Семь Ездили На оригинальную конференцию Которую Проводили Ученые В Крушинском Районе Вот Он Взял С собой Бельтяевского Ну Того Автомобиль Вот А я Взял С собой Свою Друга И Мы Сидели Мы Двое И Через Три Парты Еще Двое Наших Вот Я Запомнил Когда Он Обратился К Этой Самой Я Не буду Назвать С Фамилии Не Все Гладко Докладчику Который Показывал Яблоник Запомнил Что Лучший Сорт Яблоник Для Нас Это Сейчас Скажу Хакасию Кокрасинского Края Сейчас Скажу Пипин Шафраны Да Уникальный Сорт По Своим Возможностям Лежкий И так Ну Вы Все Это Знаете Зимний Незамерзающий Вот Это И тут Бородич Поддел Вот Этот Сам И говорит Можно Вопрос Чересе И Персиком Занимайтесь Докладчика Кандидата Наук Книгу Показывал Кандидат Наук Нам Свою Из-за Нет Не Занимаемся Вот Ну Так Вот Видите Это К его Славе Посмертной Которая Так И не Состоялась Наверное Для этого Должен Был Родиться Даже Если Не Вырастил Ни Одного Дерева Вот Все Равно Пользоваться У меня Была Вот Так Нам Нужно Исследовать Я Сейчас Эту Роль Предлагаю Еленю Александру Савиневну Моя Ученица Очень Серьезный Человек Ученый Сейчас Аспирант Для Который Доктор Скро Ой Попройду Кандидатскую Диссертацию Да Вот Я Начал Это Самое Человеком Который Будет Курировать И даже Не надо Кому-то Растить Надо Только Наблюдать Искать Наблюдать Искать Вот Смотреть Какие Методы Все Чтобы Такие Случаи Не Были Единичные Выглядит Конечно Мой Пешик Не Ахти Как Ну Сами Понимаете Вот Сибирь Матушка Рожая Дождался Наверное Это Его Яблоня Он Выгонял Перегонял 500 Килограмм Каждый Год На Кальванов Но Если Вы Думаете Что Все Эти Литры Пивал То Вы Ошибаетесь Он Нас Угощал Ни Один Садовод От него Не Узял Без Замечательного Кальванов И Это Лисипов Помнит О Великом Человеке Все Надо Вырастить Такие Вот А Мы Семь Лекции Читали Мы Читали Лекции В музее Вот Там Собирались Наиболее Любознательные Мы Повыше Читали Лекции Он Заканчив Говорил Константинович Добавь Чего Нибудь Я Тогда Добавлял Ну Вот Наверное Все Или Что А на этом Все Последняя Фотография Она Учебная Я Даже Использовал Почему Черешня На Вишню Ну Как Она Попала Сюда В этот Список Где Выдающийся Людик Рассказ Ну Попала И Попала Друзья Я Буду Заканчивать Вот Что Мох Рассказал Как Мох Рассказал По Другому Не Мне Вот Такие Дела Сейчас Я Это И Последний Раз Когда Я Завал Такой Фильм Я Еще Говорю Ребята Вот Мой Телефон Каждый Фильм 200 Рублей Мне Стоит Потому Что Его Еще Надо Сделать Фильм Там Титры Музыка Все Вот Пожалуйста Говорил Я В Прошлый Раз Пришлите Мне Не 200 Рублей Ради Одного Фильма Хотя Можно Этим Ребят Всех Наших Удающихся Потому Что Я Все Все Заплачу Если Никто Ни Копейки Не Прошлый Раз Никто Ни Копейки Не Прислал Мне Было Даже Где-то Обидно Вот И Я Еще Раз Обращаюсь На Телефон Привязан Карты 8 960 776 86 72 8 960 776 86 72 Присали 100 200 Да Вы Будете Причастны К Этим Великим Людям О них Узнают Сегодня А завтра О них Будут Уже Не факты Будут Уже Легенды О них Все равно Эти легенды Должны Быть В Учебниках Должны Проходить На уроках Биологии Понимаете То что Сейчас Происходит На уроках Биологии Это Подлость И предательство Это Дурь Несусветная А Рассказывать Это Надо Вот так Как Я сейчас Еще в Тысячах Фильм Все Друзья Я с вами Прощаюсь Надеюсь Ненадолго Останавливаю Трансляцию До свидания Вот Мой Машор Все Субтитры Субтитры